Наш урок Торы. Значит, все готовы постигать божественную мудрость. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я прямо вот начал это использовать. Очень сильный метод. То есть, если вы хотите моментально поднять в себе радость жизни и счастье, нужно начать благодарить. Сразу начинаете благодарить и сразу же моментально, прямо моментально у вас внутри увеличивается ощущение радости. Попробуйте вот сейчас поблагодарить за пять вещей, которые есть у вас в жизни, прямо вокруг вас в данный момент. И вы почувствуете, как радость, счастье поднимется внутри. И вы сможете тогда более наслаждаться той жизнью, которую Всевышний вам дает. И ему не придется тогда вас пробуждать с помощью неприятностей. То есть, вот мы вчера обсуждали как раз эту тему. Я раньше очень был такой, прямо фанат выбора страданий. То есть, я верил все годы, что человек не может жить без страданий. Что, как бы, я смотрел вокруг, смотрел у всех страдания вообще. Все люди по разным причинам, но кто-то как-то страдает. И я думал так, если страдания неизбежны, то лучше выбрать страдания, да. Лучше на себя взять какие-то страдания, какие-то там в лед окунаться, там голодать. Что еще можно взять на себя, да. Там тяжело работать, учиться. То есть, брать на себя какие-то вот прямо тяжести, да. Как, как, есть такое очень хорошее мишно-отвертие, вот. Что, а микабель адап оль тора, тот, кто принимает на себя ярмо торы, да. Именно ярмо. С того снимают заботу о пропитании и бремя властей. С того снимаются два других ярма, да. Бремя властей, это там в армию не надо идти, например. Или же все люди бегают, которые сняли с себя ярмо торы. Они все хотят там больше зарабатывать, моднее выглядеть. То есть, не все время бегают за какими-то картинками, которые им показывает окружающий мир. А те, которые надели на себя ярмо торы, то они, зачем они бегают? За заповедями, учатся, заповеди, молитва. Теперь, и там есть вот такой нюанс, что тора же, она написана, Даркен, Даркен, Но, Выкольн, Твоте, Шалом, что пути торы, пути приятные. И все тропинки, Ешалом, какой же здесь ярмо. И вот тут вот этот момент, я думал так, что если получать удовольствие от торы, да, то есть, все делать в удовольствие, то что, то получится тогда, а где же страдания? А у меня была аксиома такая, да, что без страданий невозможно. И поэтому я думал, что где-то нужно все-таки на себя взять там с какие-то страдания. А потом я понял такую вещь интересную, да, то есть, у меня такая возникла как бы, идея, которая у меня возникла, была такая, что если человек, он все-таки, если человек все-таки, он, значит, идет к Богу через, главный смысл жизни, главный смысл жизни, это соединение со Всевышним, то есть, это как следующая стадия развития. Человек живет в этом мире, он вначале появляется здесь, как душа, которая входит в яйцеклетку, в зародыш, потом это разворачивается в человека, а потом человек в течение жизни развивается, но потом тело перестает развиваться, и тело, наоборот, начинает угасать, а интеллект еще не угасает, наоборот, с момента, когда тело начинает угасать, интеллект начинает, наоборот, вырастать, да, то есть, его как бы не забивают вот эти сигналы тела. То есть, человек там в 40 лет, он умнее, чем человек в 20 лет, а человек в 60 лет умнее, чем человек в 40 лет, и если он дальше развивает свой ум, развивает свой ум и свою душу, то он может быть 80 лет и духовнее, и умнее, чем в 60 и в 40. И получается, что уже следующий этап развития идет из этап развития интеллекта и души. И получается, если жизнь в этом мире, цель ее, это вот это развитие интеллекта и души, а страдания и радость, это только инструменты, через которые Бог с человеком взаимодействует. Вот услышите, что получается, если радость и страдания, они важны не сами по себе, а только как Бог сообщает человеку, вот ты в радости, и ты за это благодаришь, отлично. То есть с Богом можно зайти через два ворота. Благодарность Всевышнему, когда ты его за все благодаришь, любишь Всевышнего и с любовью выполняешь заповеди. Или через страдания, когда человек страдает, и из-за страданий он исправляет свой путь, опять же возвращается к Богу. И вот как раз у меня вот с октября месяца мы начали учить врата благодарности, и вот тут я понял, у меня произошло такое кардинальное изменение, что страдания это не обязательно условия жизни, это не обязательно, то есть его может и не быть. Если ты через любовь и через радость и через благодарность все время находишься на контакте со Всевышним, то тогда страдания не нужны. Это то, что сказал Равшалмаруш, он говорит, что когда вы изучите вот эту книгу «Сад Благодарности», вы попадете в райное в этом мире. То есть действительно через благодарность можно попасть в рай в этом мире, рай это место, где нет, где нет страданий вообще. Хорошо, поэтому спасибо Всевышнему, спасибо, что есть у нас возможность проводить такие прекрасные уроки Торре. Значит, спасибо Всевышнему, что есть люди, которые понимают что-то вот про Всевышнего, и мы можем в них учиться. И спасибо, что есть такая замечательная книга, которая называется «Книга о челюстных достоинствах или пути праведников». И мы дошли до, мы сейчас находимся врата молчания. И вот как раз «Почему нельзя рассуждать?» спрашивает, да, спрашивает Михаэль уже второй день. Он говорит, «Почему нельзя рассуждать перед старшими по возрасту?» Давид, Давид спрашивает. Давид спрашивает этот вопрос, и ответ на него, как мне кажется, такой, что если есть человек, который знает больше тебя, если есть человек, который, ну там, мудрец старшего, он по возрасту, по знанию, то есть раньше это было синонимы, да, лучше в такой ситуации, ну, соблюдать субординацию, да, то, что называется, это мы живем во время, когда все равны, и мы, как бы, такие все, свобода. В то время, две тысячи лет назад, тысячи лет назад, пятьсот лет назад, структура общества была очень иерархическая, да, и тот, кто начинал с такого, с юного возраста, это, в общем, скажем так, что вот таких вот выскочек, если сейчас просто не любят, а раньше убивали, поэтому лучше перед старшими по возрасту, по уму, лучше послушать, подумать, и чем быть выскочкой, вот так вот, да, это вот ответ, почему в Мишне мы вчера учили, сказали, семь признаков глупца, и столько же примет мудреца, и первая примета мудреца, это, в первых, те вот Мишне, можно, кстати, посмотреть там комментарии, объяснение на это, да, умный не рассуждает в присутствии старшего по годам и по знаниям, то есть, да, действительно, это как бы, во-первых, это будет, ну, а смысл, да, то есть, есть человек, который умнее тебя, а ты влазишь туда и начинаешь рассуждать, плюс ты его можешь обидеть, например, да, ну, массу можно прийти объяснений, то есть, почему не надо рассуждать. Опять же, если ты задаешь вопросы, везде, везде написано, что нужно задавать вопросы, задавать вопросы, чтобы понять, что он имеет в виду, это да, но очень часто люди задают вопросы не для этого, и вот тут мы сейчас пришли как раз к очень интересному моменту, что есть четыре категории людей, которые не удостоятся присутствия Всевышнего Шхина, то есть, божественное присутствие, оно в разной степени, вот в этом мире есть божественное присутствие, хотя говорится, что вся земля наполнена славой Всевышнего, но в каких-то местах человек это чувствует, знаете, есть такое выражение на русском, намоленное место, да, вот приходит человек на стену плача, например, его накрывают, могила Рюбайческого Рэба, например, в Оэле это, да, называется, где он похоронен, а до этого он все время туда приходил, там же похоронен предыдущая Рэба, и это место такого, что просто вообще прям, ну, чувствуется, вот меня лично там просто накрывает, я там так, во-первых, готовишься, да, идешь перед этим в миг, вот там готовишься, вообще на могилах правильника есть еще один предыдущий Рюбайческий Рэба, я когда читал, он объяснял, как это работает, и он говорит, что основа здесь, это твое состояние, которое меняется, когда ты приходишь на могилу вот этого правильного человека, у тебя сразу, ты вспоминаешь о том, что все в этом мире приходящее, ты входишь в другое состояние, ты вспоминаешь этого правильника, как он вообще правильно действовал, то есть, вот само по себе место, оно тебя включает на то, что ты пригоден становишься, получить вот это вот божественное присутствие, божественный свет, и то, что где-то света больше, где-то меньше, света может быть везде одинаково, вопрос, насколько ты сам в этом месте готов этот свет получить, и вот здесь написано, что есть четыре категории людей, которые не удостоятся соединиться со Всевышним, первая категория, это насмешники, как и приводится всегда, в какой, как бы технология Торы, да, устная, что есть устная Тора, учение, а есть письменная Тора, это книги пророков, это пятикнижия, и когда что-то устная Тора говорится, нужно сразу дать подтверждение из письменной Торы, и тут пророк Оше, он говорит, что и отошел Бог от насмешников, говорил пророк, значит, вторая категория, с которой Бог не соединяется, это обманщики, обманщики, как говорил царь Давид в псалмах, 101-й псалом, что тот, кто говорит ложь, не предстанет передо мной, это, так говорил Всевышний, третья категория, с которой Всевышний не соединяется, льстецы, как написано, не придет перед ним льстец, в книге Йова, это Йов, говорил там кому-то своих друзей, что не пройдет перед Богом льстец, и четвертая категория, злоязычные, как написано, потому что ты желаешь зла, не, а значит, в общем, не будет, он стоит перед Всевышним, и в трактате Сота в Толбуде написано, что праведен ты Всевышний, не может зло существовать рядом с тобой, теперь давайте разберемся, четыре категории, первая насмешники, вторая обманщики, третья льстецы, четвертая это злодеи, злоязычники, те, которые говорят зло на других людей, почему они не могут быть вместе со Всевышним, и тут вот мне интерес, мне кажется, да, такое у меня предположение, что человек, который, что вообще человека соединяет, со Всевышним, его речь, то есть мысли человека, это его речь, слова человека вслух уже, это его речь, интерпретации человека, как он описывает себя, окружающий мир, это его речь, то есть речь человека, то, как он мыслит и говорит, это суть человека, его сущность. То есть, с помощью слов мы описываем свои состояния, с помощью слов мы входим в разные состояния. То есть, речь это главное в человеке. Есть спор между фридистами и между тем, кто есть когнитивная психология, то, что связано со словами. Так, получается, те, которые фридисты, они говорят, что человеком управляют инстинкты, подсознание. И сознание, оно только сдерживает человека, а как-то оно пытается управлять вот этими вот мощными подсознательными какими-то стимулами, которые идут. Все, что относится к когнитивной, есть поведенческая когнитивная психология, и, ну, там много разных направлений. Они говорят, нет, секундочку, в человеке главное это его смысл, его слова. То есть, да, инстинкты посылают какой-то сигнал, но управляющая роль в человеке это его мышление. И есть, например, там логотерапия, да, это Виктор Франкл, Человек в поисках смысла. И вот Любович Стереба очень его поддерживал. А его прямо эти фридисты, они прямо просто его хотели там выгнать из вены. Все, то есть, он говорит, Человек в поисках смысла, для человека главное это смысл, его смысл, его осмысленность, того, что делает, все ищут смысл жизни там и так далее. Человеком управляют его слова. Они говорят, фридисты, не вообще какие слова, инстинкты управляют человеком, вообще то, что он не осознает и так далее. Это спор. Теперь здесь мы видим, что четыре категории, те, которые не удостоятся божественного присутствия, все связано со словами. Насмешник связан со словами. Обманщик связан со словами. Листец связан со словами. Злоязычник связан со словами. То есть, мы видим, что связь со Всевышним, духовная связь, все это зависит от того, значит, как человек мыслит и говорит, и думает. Теперь дальше он говорит автор этой книги так. А теперь тебе надлежит понять их дела и знать, на какие группы они делятся. Вот эти вот четыре категории. Когда рассматриваешь вопрос по частям, получается большая польза для досконального понимания дела. И здесь он разбирает только одну категорию насмешников. То есть, он остальные категории не разбирает, потому что, например, в разноязычеях есть целая книга Хафетскаим, есть книга, которая законы речи. Про льстец, ну, это все в этой книге, про слова. А здесь он говорит про насмешников. Потому что насмешники, казалось бы, это вообще хорошая вещь. Мы учили, есть врата радости, и нужно быть радостным. И это настолько хорошее качество. Радость и врата благожелательности, врата радости. Значит, казалось бы, вот радость – это очень хорошее качество. А почему же тогда насмешники, казалось бы, насмешничество, оно идет рядом с радостью. То есть, божественное присутствие есть в радости. А насмешники – вот она граница. То есть, они же насмехаются, чтобы посмеяться. А у них нету связи со Всевышним. Наверное, он здесь, поэтому решил по молекулам, чтобы мы вглубь копнули рассмотреть. Он говорит, лейцанут, но видите, насмешничество – это лейцанут. Делится на пять частей. Первое – относятся люди, которые… Вот он пишет. А лейцанут не говорит, лейцанут делится на пять частей. Первая часть – это человек, но Тентофи, бибный Адам. Он, в принципе, всех очерняет, но Тентофи насмехается на все эти. Как сказано, что сидит он и брата его, он осуждает, и сына, а мамы свои, он их… Тут просто так слово не написали. В первой категории относятся люди, которые поносят других. Поносить – это, ну, вот такое слово – поносят. Что за поносят? Как сказано, сидишь ты о брате своем, говоришь плохо, сына матери своей поносишь. Ну, вот, ты тоже, наверное, Тентофи такое слово редко используешь. И этот человек называется насмешник. Лейц. Как написано, надменный злодей насмешник. Лейц – имя ему. Действует он со злой гордостью. То есть, первая категория насмешников – это люди, которые насмехаются над другими людьми из злых побуждений. То есть, у них есть вот просто внутри гордыня, зло, и они насмехаются над всеми, чтобы их унизить. Есть такой один человек, я наблюдаю его вот в интернете, видел, и он вот просто он на всех гонит. Вот просто на всех, на кого только можно, и он гонит, от него все отписались, у него нет ни одного лайка на постах уже, да, он остался полностью один. И он продолжает еще больше гнать на всех, потому что это для него доказательство, насколько люди плохие. Да, что они перестали его слушать. А то, что он на всех, то есть понятно, да, как работает. Он на всех гонит. Когда он гонит на одних, то есть, которые такие же, как он, они в этой стороне прицепились к нему. Да, молодец, типа, гонишь на этих, эти плохие. Потом он гонит на других. Уже среди тех, которые к нему прицепились, они уже, часть из них не согласны с ним, они от него отцепились. Он потом гонит на третьих. И в итоге от него отцепились все, потому что он относится к первой категории, это человек. Смысл этого стиха таков. Надменный злодей-насмешник. Насмешничество содержит два дурных свойства. Насмешник злодей и совершает преступление злоумышлено. То есть он злоумышляет против другого в том, в чем ему нет никакой выгоды. И наносит большой вред и ущерб. И он здесь даже пишет, что это хуже намного, чем грабитель. Потому что грабитель или вор, он хотя бы имеет собственную выгоду, он что-то для себя приобретает. Это делает зло другим людям. Но что он для себя приобретает? Насмешник надменен и высокомерен. Он гордец. Вот почему он поносит людей. Тот, кто сознает свои недостатки, он не смеется над людьми. Он не поносит их, подобно насмешникам, которые сидят и говорят. Такой-то сделал так-то, такой-то сделал так-то. И смеются над ними. То есть первая категория – это гордец, злодей, который хочет именно прямо сделать зло тем, про кого он говорит плохо. Вторая группа насмешников – это те, кто глумится над людьми и презирает их из-за того, что они не преуспели в богатстве и почете. Глумится над бедными не потому, что находит у них недостатки, а потому, что презирает их. Это тоже происходит из-за гордыни, а иногда из-за беспечности, наслаждения и покоя. Как сказано, присыщенная душа насмешком и беспечная. И в притчах говорит царь Соломон – кто смеется над бедным, тот хулит Творца его. То есть кто смеется над бедным за его бедность, он как будто бы смеется над Богом. Значит, нельзя возвышаться над другими людьми и насмехаться, что кто-то там в чем-то хуже тебя, потому что есть тоже притча царя Соломона, есть такая очень отрывок. Богатые и бедные встретились, всех их сотворил Всевышний. Следовательно, насмешник насмехается над созданием Всевышнего. Я знал тоже одного богатого человека, и он даже не насмехался над бедными. Он просто говорил, ну вот, типа, я богатый, а вы бедные, там, так вот, ну, прям в прямую этим говорил об этом, да, и потом стал бедным тоже. Вот прям реально был очень богатый, стал очень бедный. Это то, что говорится в притчах богатых и бедных встретились, всех их сотворил Всевышний, что я слышал когда-то объяснение этого отрывка, что все как колесо. Именно вот они встречаются и может поменяться мозаль. То есть, в принципе, богатство и бедность, нельзя сказать, что это полностью мозаль, да, то есть, есть у людей стремление, вот, у кого-то большее стремление к деньгам, у кого-то меньшее. То есть, стремление – это выбор человека. Все, что находится внутри, это выбор. Как говорится, что Леодам Марахот Лев, для человека системы тропинки его сердца. А от Бога, например, Маневашон, а от Бога ответ языка. Или для человека написано, работа Маневашон были выше, много замыслов в сердце человека. А замысел Всевышнего, он исполнится. Или есть еще такое, что Леодам Марахот Лев у Мияшема от Бога Митсадей Гевер, шади человека. То есть, внутренний мир, по-любому, это та территория свободы выбора, которая есть у человека. Даже выбор, на что обратить внимание, на полупустой стакан или на полуполный, это выбор, который, что ты выбираешь, что ты получаешь. Выбираешь в виде добро Всевышнего, получаешь добро. Выбираешь в виде злого, ну, там, недостаток и так далее. Получаешь то, что выбираешь. Теперь с богатством оно то же самое. То есть, есть намерение, а есть потом мозаль. Мозаль – это, значит, судьба, то, что идет с неба. Есть известнейшая история про, звали его, звали его Ибн-Эзра. Был такой мудрец, великий тоже тысячу лет назад он жил, Ибн-Эзра. Он был невероятный мудрец, у него была своя такая система, подход к комментарии Торы. То есть, есть везде прям его комментарии, где есть Раши. На всю Тору почти он взял комментарии Ибн-Эзра. И он был очень бедный. Про него рассказывают предания, что вот все, за что он брался, у него не получалось. Он был великий мудрец, он хотел, значит, не хотел брать деньги за мудрость свою, хотел работать, зарабатывать. И он, значит, то он открыл магазин какой-то там, вообще перестали покупать, то, то, то это. И есть такая шутка, он говорил про себя так. Он говорит, если бы я на кладбище открыл магазин, чтобы продавать там принадлежности для похорок, он говорит, я вам говорю, в этом городе бы люди перестали умирать, потому что вот я, значит, зарабатывать, это, ну, как-то не идет у меня. И самая смешная история, ученики, они хотели очень ему помочь, но ни у кого не брал деньги. Он не хотел брать за Тору деньги. И они, значит, ученики, они думали, как же мы ему поможем. И тогда же не было там машины тысячи лет назад. Он шел по тропиночке, какой-то подорожке, они знали, где он идет в Бэтмедраж, в Дом учения. И они, есть целая, в троптате Баба Меце есть глава. Элю Мациотшинов и Элю Хаявли Ахрис. Эти находки человек может забрать себе, а эти он должен искать, кто потерял, и объявлять, и искать. И там идет целая Мишна. Целая есть Мишна, которая рассказывается о том, что, например, если монеты разбросаны, и нету на них там ни надписи, они не в кучке, ни в каком-то там чехле, чтобы можно было... Человек, который их потерял, сказал, я потерял там 8 монет в одном сверточке. Если они просто разбросаны, то можно их забрать, потому что как человек может доказать, что это его? Любой придет, скажет, что это было мое. В общем, они очень хорошо знали эту Мишну, и они раскидали монетки одну за другой, так, чтобы точно можно было их забрать себе. Он был мудрец, он знал, если бы они разбросали по-другому, еще были бы вопросы. Так они подготовились, и на дорожке разбросали монеточки, чтобы он мог их найти и забрать себе. Золотые монеты. И вот, рассказывает, он идет по этой дороге. Он идет по этой дороге, и вдруг вот то место, где лежат эти монеты, он вдруг закрывает глаза, и начинает вот так вот идти с закрытыми глазами, проходит то место, где лежали монеты, и идет дальше, открывает глаза, и идет дальше. Они в шоке вообще. Как? Почему? Потом он пришел, говорит, Медраж, они выспрашивают, скажите, а вот там случайно мы видели, что вышли по дороге, и вдруг закрыли глаза, и шли какое-то время с закрытыми глазами, потом открыли, а почему вы закрыли глаза? А он, а он им говорит, вы знаете, говорит, я шел и думал, какой я счастливый человек, что могу видеть эту всю красоту, которую Всевышний дает, вот эта красота, природа, мимо. А вот что чувствует человек, который не видит? Вот как он живет? И он говорит, я закрыл глаза, чтобы как бы прочувствовать, как живет слепой, который не может видеть всю эту красоту. И вот я прошелся там 10-20 метров, как слепой, с закрытыми глазами, увидел, что действительно, насколько я счастливый человек, что я могу видеть, еще раз сказал спасибо Всевышнему, и вот поэтому я закрывал глаза. Но он закрыл глаза именно на том отрывке дорожки, где были раститаны деньги. То есть мы здесь видим, что его мозаль, его судьба, Всевышний почему-то считал, что ему деньги не нужны, да? Или он так считал, может быть, внутренне у него была боязнь какая-то, да, получить, как у многих праведников. У многих праведников у них был принцип. Они раздавали все деньги, которые у них были. Вечером они ложились спать без копейки денег. Вот все, что им приходило, вот это все, они все раздавали людям. Вот с ДК. У них был принцип такой, что Бог 40 лет тренировал еврейский народ. Даст Бог день, даст Бог пищу. Полагаться на Всевышнего ман. Он выдавал ман каждый день, новую порцию мана. Как бы их вера в Бога была настолько велика, что они не хотели ее уменьшать тем, что они себе готовили завтрашний день. Они были, ну это самые такие были, на высочайшем уровне бетахона, полагания на Всевышнего. Они каждый вечер, они ложились спать, чтобы у них ни копейки не оставалось. Было много этих мудрецов. Это был принцип жизни. Теперь, значит, хорошо. Первая категория, это те, которые делают зло людям. Вторая категория, это те, которые насмехаются над теми, кого Всевышний, по их мнению, обделил чем-то, и они над ними насмехаются. Это вторая категория. Третья категория, насмешка над вещами и деяниями, без желания унизить того, о ком говорится, но пренебрегая тем, чем не следует пренебрегать. И пренебрежение действиями, которые, возможно, принесут пользу. Например, есть люди религиозные, которые там вязаные типы, например. Да, они религиозные, вот у меня вязаная черная типа. Такая, это как бы религиозные, которые работают, но которые религиозные, да, сильно. И они могут насмехаться иногда над теми, кто сидят в ешивах. То есть, они говорят, это люди хорошие, но... И начинают насмехаться над какими-то их действиями. То есть, он пишет, это тоже нельзя так делать. И четвертая категория, это те, кто постоянно занят пустыми разговорами и болтовнёй. Как те, кто шатается по улицам. Они ищут над чем посмеяться просто, да. И они высмеивают людские дела, болтают, сплетни, вот это всё. Это, говорит, это четвертая категория. А пятая категория, тот, кто смеется над действием и вещами, не потому, что пренебрегает этим действием, а он смеётся от радости и для смеха. Но он всё равно насмешник. Про додик сказано, вино насмешник, спиртное ашегар кричит. В Мишле, то есть, человек, который много всё равно говорит и смеётся, он не избежит греха, где-то он кого-то обидит. Ещё Раби Атива говорил, что вот такое вот легкомыслие, он говорил, приводит к разврату. То есть, люди очень весёлые, легкомысленные, они легко начинают относиться ко всем там проблемам. И, с одной стороны, это вроде и хорошо, но они как бы снижают вот эту вот степень напряжения в своей жизни. И также они снимают степень напряжения перед страхом согрешить. И в этот момент, когда человек такой весёлый, он не боится согрешить, и значит, пюш, и согрешил. Поэтому он пишет так, что над всем вообще, нужно быть с этим осторожным. Вообще, вот молчание, он пишет, фильтруй базар, вот я бы эту главу назвал. То есть, нужно всё время быть осознанным в разговоре, нужно всё время знать, что через разговор можно согрешить намного больше, чем через еду, чем через там вообще всё. Поэтому очень нужно быть осторожным в словах, и лучше молчать, не ошибёшься. Поэтому я замолкаю. Всем шаббат шалом. Чтобы было у всех всё хорошо. Молчание золото. Спасибо Всевышнему. Всего хорошего. Шаббат шалом. Встречаемся с Божьей помощью в воскресенье. Десять утра. И проводим хорошо очень день сегодняшний. Пусть Господь благословит всех хороших, добрых людей. На плохих людей мы не будем обращать внимание, потому что отодвинься от зла и делай добро. Всегда есть возможность сделать что-то хорошее, чем говорить плохое. Всё. Шаббат шалом. До воскресенья.